Где была вторая родина скифов? На многие дни пути растянулась гигантская колонна повозок и всадников, медленно пересекающая равнины навстречу солнцу. Монотонный пейзаж нарушился бурным морем людей, лошадей, невообразимо пестрых кибиток, покрытых пылью бесконечных степных троп. Скифы отправились в пусть, на самый край своих владений. Мы уже писали о загадке исчезновения скифов на рубеже эпох. Самый многочисленный, по мнению Геродота, народ вдруг за какие-то сто лет совершенно исчез с мировой орбиты. Скифы пропали из персидских и греческих хроник, хотя иногда их именем по инерции еще продолжали называть какие-то совсем другие народы. Никто не пишет об истребительных войнах, чудовищных эпидемиях или коварном враге, который истребил бы скифов до последнего человека. Тем не менее, скифы исчезли из причерноморских степей, и лишь спустя 300 лет, там появляются сарматы, которых ранее считали виновниками исчезновения прежних хозяев. Почему могли исчезнуть скифы? Существует несколько версий. Первая военная, якобы сарматы, освоив технику боя тяжелой кавалерии, стали теснить скифов и однажды совсем прогнали их со своих земель. Это типичная картина тех времен, но есть один нюанс, о войне народов было бы известно соседям, грекам, персам, боспорскому царству. Однако они упорно молчат. Кроме того, численность скифов, их мощная кочевая империя, которую не одолел сам Дарий, их общественное развитие стояли выше сарматских аналогов. Маловероятно, чтобы сарматы нанесли им сокрушительное поражение, да еще и в обстановке крайней секретности. Климатическая версия довольно убедительна. Скифам требовалась степь с заливными лугами для кочевья и корма лошадей, а также рядом должны быть горы с железной рудой или обширные болота, где будут производиться оружейные запасы для кочевников силами покоренных племен. Долгое время эту функцию выполняли Донские земли и Кавказ. Но на рубеже эпох климат мог стать более холодным, степи стали менее плодородными, и скифами пришлось искать новую родину. Но и тут неувязка. Напротив, с периода ухода скифов, климат стал теплее, степи расширились, что дало возможность многочисленным кочевникам, включая гуннов, не только расширить свои владения, но и увеличить численность племени за изобильный период. Вот, собственно, и все версии, по которым народ, тысячу лет кочевавший в одном месте, мог вдруг уйти куда-то далеко. Единственная зацепка – культ мертвых у скифов, доходивший порой до экзальтации. Он бытовал уже в самые ранние эпохи, от владычества скифов в Ассирии те много переняли у местных народов и научились делать мумии, не уступавшие египетским. Умерших царей скифы 40 дней возили по стране, а затем мумию правителя отправляли в город Геры, некое священное место, где хоронили их героев, насыпая огромные кургана. Внутрь помещали рабов, золото и важные вещи покойного. Снаружи ставили стражу из десятка убитых юношей и их коней, посаженных на колье, чтобы спустя годы эта армия из левших останков несла свой дозор. Жуткое зрелище и жуткий город, затерянный в степи. Царю персов Дарию, скифы заявили, что примут с ним бой только тогда, когда он найдет этот город, чем осквернит их предков, а в другом случае они сами решат, как с ним воевать. Согласитесь, странная уверенность скифов в своих силах и в том, что Дарий ничего не найдет. А ведь у него почти миллион солдат, они могут насквозь пройти всю скифию. Возможно, геры находились совсем не там, где жили скифы. И действительно, на территории Украины и Кавказа скифских курганов довольно мало. Это очень странно, учитывая скифскую страсть к помпезным захоронениям. Обычай мумифицировать царей и возить их по стране 40 дней, также указывает на то, что мертвые увозились куда-то очень далеко от земель кочевий. Все это поначалу списывали на разграбление изобильных золотом курганов в самые ранние времена, отчего их теперь уже не найти. Однако в 1869 году археолог Радлов открыл на Алтае огромные и массовые захоронения кочевников скифского типа. Плоть до середины 20 века на Алтае находили и продолжают находить погребения скифов, причем выполненные куда как богаче и грандиознее, чем в европейской части страны. В могильниках изобилует золото, китайские тканы и доспехи, драгоценности со всех уголков мира, а сами покойные явно принадлежали к элите скифского общества. Так может быть Алтай и есть город Геры. Вот что пишут греки, у подножья рифейских гор живут одноглазые аримаспы, охраняющие золото скифов. Бойся их рати путник. Рифейские горы обычно связывают с Уралом или Кавказом, а аримаспы традиционно переводятся как одноглазые. Однако также может быть значение полуглазые, и вот тогда, учтивое знание об Алтая, все становится на свои места. Действительно, богатые золотом алтайские горы могут охраняться племенами, подчиненными скифам, местного тюркского происхождения, выраженной монголоидной внешности. Они стерегут золото скифов и убивают путников, которые приближаются к царским могильникам. Греки также пишут о фантастических существах, грифонах, обитающих в этих краях, отбросив мысли о богатой фантазии греков. Можно вспомнить, что в могилах царей есть рогатые маски для лошадей, шлемы в виде головы грифонов. Проезжающая конница скифов в столь причудливых нарядах могла действительно казаться сказочными существами. Вероятно, анималистические культы скифов были близки к татемизму, как у североамериканских индейцев. Скифы изображали зверей на своих предметах, с потрясающей реалистичностью воспроизводят сцены охоты и терзаний, и в своих военных костюмах они также сближают себя со священными животными. Получается, Алтай – единственное место, куда могли уйти скифы, чтобы стать незаметными для других народов Европы. Кочевать на север не имело смысла для кочевников. На западе их экспансию сложно было бы скрыть. На юге лежали знойные земли персов, римлян и греков. Только восток был свободен и давал все необходимые скифам ресурсы – травы, степи, богатые железом и золотом горы. Алтай – родина скифов. Как ни странно, но скорее всего это правда. Неевропейские степи дают самое ранее погребение скифов – Алтай и Тыва. Алтайские скифы более европеоидны, чем причерноморские, их кургана богаче и более массовы. Складывается впечатление, что центр скифии был на Алтае, а греки соседствовали лишь с самой дальней периферией скифского мира. Впрочем, тот же Геродот уверен, что скифы явились из глубин Азии. Современные археологи также единодушны с отцом истории. Скифы приходят в VII веке до н.э. в указанный регион из глубин Азии и приносят с собой уже вполне сформировавшуюся культуру в виде знаменитой скифской триады, характерный тип вооружения, конской сбруи и искусство звериного стиля. Но как на огромных пространствах Южной Сибири, Казахстана и Хакасии мог сформироваться такой развитый и сильный народ, типично европеоидного облика. Это было необъяснимо до открытия андроновской культуры, европеоидного населения Сибири Бронзового века, чьими прямыми потомками являются скифы и, вероятно, авары. Европеоиды индоевропейской семьи сформировались в степях Евразии, а затем начали экспансию во все направления, включая восток. Предками андроновцев была срубная культура, крайне рослые, средний рост мужчин под 185 см. Европеоиды северного типа, занимавшие юг европейской части России. Срубники частично мигрировали на восток, дав начало андроновцам, имевшим сходные физические данные, а как отличительную черту – очень широкое и крупное лицо, в отличие от ускалицых европеоидов, оставшихся на западе. По мере изобретения колесниц и составного лука, приручения лошади, андроновцы получили мощное преимущество и смогли подчинить себе окружающие племена. Они вторглись в Среднюю Азию, став массагетами, своими колесницами и конницей растоптали первые китайские царства, основав государство Джао. Они известны как зеленоглазые варвары Динлины в китайских хрониках, и в итоге именно они и стали скифами, известными уже всему миру, покорившими всю евразийскую степь жестокими завоевателями. Почему же они ушли назад? Нет никаких известных пояснений современников о причинах миграции скифов назад. Алтай слишком далек от зоны видимости Персии или Китая, чтобы переселение туда даже миллиона человек было бы заметным. Поэтому скифы растворились в степях и не появились более нигде из известных цивилизованному миру мест. Но можно предположить, если священный город Геры находился на Алтае и нуждался в охране, согласно их верованиями, то угроза ему могла стать достаточным мотиватором, чтобы скифы разом сняли со своих мест и отправились на родину. Кто мог угрожать им? Именно в период ухода скифов зарождается тюркский каганат, который займет земли скифов на мировой арене в следующие столетия. Возможно, угроза их родине со стороны тюрок потребовала от скифов напряжение всех сил. Вспоминая о полуглазых аримаспах, стерегущих золото, можно сопоставить и тюркские легенды о том, что они происходят от некоего царевича, которого вскормила волчица. А затем его народ в степи нашли завоеватели Уар, которым подчинялась вся степь, и спустя полтысячел те даже далекие западные намады, булгары будут почитать это имя. Уар заперли тюрок в горах Алтая и принудили добывать для них металл и ковать оружие. Однажды тюрки сумели утаить выкованное оружие и подняли восстания, которые угнетатели не смогли подавить. Уж не аримаспыли, взбунтовавшиеся против скифов, это и есть тюрки, на борьбу с которыми скифы ушли, чтобы более никогда не вернуться в Европу. Или же однажды им придется возвратиться. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.